Всем привет! Вот знаете, давно у нас не было стритаймов, так уж получилось. Но вот недавно у моей мамы был день рождения, и конечно же к ней приехали все родственники. Все мои тети, дяди, ее подруги, и да, в общем было довольно много людей. Была та самая тусовка, как из вашего детства, под старые песни, бухич и прочие вот подобные. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Мы полдня готовили еду, чтобы в гостям было что поесть, хотя, конечно же, они столько не съели бы за вечер. Нафигачили шведский стол, там вот еды было больше, чем на Новый год. А я в тот день, капец, какая была еще уставшая, плохо спала, еще мы так готовили, но да ладно. В общем-то, я не сильно люблю контактировать с родственниками, и это не потому, что я их не люблю. Я их всех люблю, если что. Но каждый раз, когда собирается подобная тусовка, неизбежно начинаются вопросы ко мне. Когда замуж, когда дети, когда ты купишь всем по квартире, бла-бла-бла, и все в этом духе. И такое было со мной вообще всю жизнь. Мне кажется, вот я как родилась, они мне начали задавать эти вопросы, и я просто терпеть не могу, когда до меня докапываются в таком количестве. Но, как говорит моя мама, это прямо из серии, ну они же все видят раз в год, дай им поприставать, ладно. В этот раз мне, кстати, тоже досталось, в общем-то, ничего необычного, я уже привыкла. Но в этот раз еще внезапно добавить вопросы про работу и мое рисование. Ой! Начиная чуть издалее, я знаю, что много кто из художников не любит, когда их знакомые из школы, универа, или те же самые родственники находят их паблик и чекают. Знаю людей, которые заранее просто банили их у себя, чтобы никто ничего не видел, что они там делают. А другие просто создают новые страницы и делают паблик с него, чтобы вообще точно никто не нашел. И в свое время я не совсем понимала все эти манипуляции. Я не знаю почему, но по какой-то причине на тот момент мне было просто пофигу. Но предположительно, потому что, во-первых, всем моим знакомым было насрать, чем я тогда занимаюсь. А второе, ну соцсети тогда были не так, что были очень сильно развиты. Это было во времена дурова и стен ВКонтакте. Если вы еще помните такое. И вот, я завела свой паблик уже после того, как закончила школу, так что уже минус надоедливые одноклассники, которые зачем-то лазят по чужим страницам. Люди, которые так делают. А что вы там ищите, кстати, вот просто к слову. А что касается, в общем-то, родственников, на тот момент они вообще не сидели ВКонтакте, они были в одноклассниках. Но неважно, теперь-то тут они уже есть. С приходом моей мамы в ВК ничего не поменялось, так уж получилось. Но я просто знаю, что она ничего не понимает и читает там только мемы и новости. Она просто не разбирается во всех этих приложениях. Да и ей это не нужно. Она даже у меня не просила помощи. Ну может еще чужие фотки посмотреть, как бы на этом ее познание ВКонтакте заканчивается. И это хорошо. Я знала, что она не найдет мой паблик, потому что она не знает, как его искать. И как бы ура. И даже сейчас я не переживаю, потому что она самостоятельно его не найдет, как я и сказала. Но это из хорошего, ребят. На маминой тусовке внезапно речь зашла про мою работу и про мое рисование. И я тогда нехило так очканул. В голове я начала придумывать план о том, как бы сбежать со стола. Чтобы такого сказать, чтобы меня выпустили и не трогали меня и мои картинки. Потому что, ну я не знаю, мне просто не хотелось это обсуждать с родственниками. Тогда я поняла весь сюрс ситуации. Я поняла в один момент всех людей, которые внезапно банят родственников в пабликах. Но неважно. И знаете, что? Мне бы повезло больше. Я могла бы, например, наврать, что я там работаю где-то в офисе. Но моя мама уже всем рассказала на радостях, какая я молодец. Что я сижу дома, рисую картинки. И мне за это прилетают денюжки. И, ну естественно, она не могла не похвастаться. Но тем не менее. Но я тем не менее рассчитывала, что про это еще никто особо не знает. Но, как оказалось, все мои родственники. И их родственники уже про это в курсе. Кхм-кхм, еще бы. Не, я правда рада, что она гордится мной. Учитывая, что я не самый хороший человек на планете. Но тем не менее. Но есть у меня довольно консервативная тетя. Которая меня в целом, походу, всю жизнь не любила. О, я не знаю. Она, мне кажется, она меня считает очень ленивой. И не, ну что есть, то есть. Не то, чтобы я очень работящий. Так вот, в этот раз, без ее взгляда, а-ля, ну да, девочка, она у тебя есть жизнь, кринж? Не обошлось. Она слушала мою маму с таким выражением лица, словно думала, что я работаю на веб-каме. Я не знаю, как это еще объяснить. Я была бы очень рада, если бы на этом история завершилась. Я бы ушла со смущением и забыла бы про этот день, как и про все такие позиделки. Но, увы, тут внезапно в разговор вмешалась моя другая тетя. Оказалось, что с ней схема не шарит звука, значит, не найдет, не прокатила. И она весьма, весьма шарит за него. В общем, она нашла мой паблик еще год назад, если не больше, и тихонечко палила меня и то говно, которое я там делала. О чем она благополучно поведала всем. Конечно, она меня похвалила, сказала, что я молодец, там, рисую, все такое, ну, как обычно. Но это был максимально неожиданный год вечера, но, тем не менее, самый главный все еще. В мой паблике ей спалила ее дочь, моя двоюродная сестра. К слову, у меня очень много сестер, и все они росли весьма активными, любили делать то, что делают, ну, обычные нормальные люди. Но вот она еще с детства имела какие-то все шансы стать задротом и анимешником, прям как я. Потому что мы в детстве очень много проводили время вдвоем и смотрели аниме. Пока остальным было с нами скучно. Ну, что, я молодец, я привела в ряды еще одного таку, можете не благодарить. Но, в общем-то, оказалось, что она смотрелась на меня и тоже решила начать рисовать. Это очень мило, правда. Но более неловко, чем в тот вечер, я себя еще никогда не чувствовала. Слава богу, тема быстро закрылась, и я еще полвечера сидела, чекала всех родственников в группе, и я никого там не нашла. И что это было, я так и не поняла. В общем-то, она по большей части спрашивала про какие-то нюансы работы, про планшеты, про прочее, прочее, прочее для дочери. Но, тем не менее, я думала, что мои родственники не знают, чем я занимаюсь. И теперь мне еще более стремно показываться им на глазах. Я не знаю, почему, ребят. Не то, чтобы я рисую какой-то фури-порно, нет, я это не рисую, но все-таки есть что-то неловкое в этом деле, в котором... Я не могу выдать из себя мысли, простите. Ой, надеюсь, вы все поняли. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чекайте ВК, и из твиттера сейчас. Все, чекайте. И буду надеяться, что мой ютуб еще никто не палил. Иначе будет жить в твойне неловко. Всем отличного дня и хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...